Фильмы, о которых сейчас пойдет речь, не требуют бережного к себе отношения. Их нужно просто любить. Попытка измерить картины категории «хорошее плохое кино», руководствуясь общими киновическими категориями, губительна. Яркий пример – работы признанного некогда худшим режиссером всех времен и народов – Эдварда Дэвиса Вуда-младшего. Да, того самого Эда Вуда, боёбика, которым поставил сам Тим Бёртон. Того, кому приписывают отцовство Guilty Pleasure Movie в целом. Человека не только девиантного в отношении ко всем без исключения тогдашним категориям нормальности, но во многом трагичного. Но речь сейчас пойдет не о нем. Это видео скорее брифинг. Это такая вводная в мир кино категории настолько плохо, что даже хорошо. Так что без упоминаний о мистере Вуде не обойтись. Так что ознакомимся с его самым знаковым творением, великом в своей ужасности, Планом 9 из открытого космоса. Сразу после премьеры фильм отошел в небытие на долгие годы. Сейчас в эпоху мимизации всего и вся это кажется невозможным, однако в отсутствие интернета помочь непонятому на выходе фильму могло лишь чудо. Чудом в случае с Планом стала публикация книги за авторством кинокритика Майкла Мэдведа и его брата Гарри под названием «Удостоенные золотой индюшки». Случилось это аж в 1980 году. В этом печатном авторском топе худших фильмов за всю историю кино План занимает первое место. Первое место в рейтингах ночных телеэфиров стало следующим шагом на пути к обретению культового статуса и дальнейшей переоценки. Ужаса и шарма Плану добавляет факт абсолютной бескомпромиссности Творца в отношении своего творения. Взять хотя бы наличие в фильме Беллы Лугоши, близкого друга Эдварда, что так не кстати скончался из-за пристрастия к Морфию. Невозможность задействовать актера по причине смерти остановила бы многих. Но не Эда. Из-за предательности Вуда позавидуют продюсеры Форсажа. Решение использовать кадры с Лугоши, снятые для другого проекта с перебивками на дублера, яркий пример отсутствия в искусстве рамок. Как материальных, так и моральных, не говоря уже о жанровых. Хорошему плохому кино в его исконном самом дистиллированном виде критически нужны безумцы. Не удавшийся, нелепый с точки зрения как фестивального, так и массового зрителя авторский фильм, вот он эталон постыдного удовольствия. Нарочитая небрежность ведет нас в сторону близкого по форме, но не по духу эксплуатационного кинематографа, тогда как неудачные фильмы с недостатком ненамеренного абсурда закономерно недостаточно веселят. Крайне примечательны нередкие случаи появления студийных гилти-плэша фильмов. В их числе такие крупнобюджетные проекты, как «Плетеный человек», «Поле битвы Земля», а также самый важный фильм в истории кинокомиксов – «Бэтмен и Робин». Появление таких жемчужин – результат принятия компетентными зачастую людьми ряда критически неверных решений на всех этапах. От покупки сценария и назначения режиссера до отправки на золото, что само по себе в достаточной мере нелепо объясняется тотальным невезением. Не иначе. Поговорили о классике, затронем и «Ренессанс». Безусловным маскотом возрождения культуры хорошего-плохого кино стало разобранное на цитаты комната Томми Вайсо. Лента не только возвращает нас к корням. Комнату в пору заносить в палату меры весов, как новый эталон хорошего-плохого фильма. Фильма, что существует вопреки здравому смыслу и благодаря визионеру-безумцу в единственном числе. Эдвуд был бы горд. Как и всякие уважающие себя гилти-плэша, комната завирусилась не сразу. Подобно произошедшему с планом «Девять из открытого космоса», катализатором успеха стал критик. Ностальгирующий критик. Даг Уокер выпустил свой обзор на комнату 13 июля 2010 года. Так о комнате узнала широкая интернет-аудитория. Но быстрый успех в сети не означает успех долгосрочный. Спустя три года Грег Сестера, актер и лучший друг Томми Вайсо, более известный как Бэйби Фейс или Марк, публикуют книгу «Горе творец». Субъективный взгляд изнутри на процесс создания той самой комнаты. После получения нескольких литературных наград, книга заинтересовалась Голливуд. Стараниями Джеймса Франка, выступающего в качестве продюсера, режиссера и исполнителя главной роли, «Экраны горе творец», впервые явил себя публике на фестивале в Торонто, в рамках программы «Мид Найт Мэттнесс», где обычно показывают фильмы ужасов. Роль Томми Вайсо принесла Джеймсу Франка «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, а сам фильм был номинирован на множество призов, в том числе и на премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Заслуженный успех творца не только усилил интерес к загадочной, по причине отсутствия информации о происхождении и докомнатной деятельности, фигуре Томми Вайсо, но стал причиной повторного ограниченного проката комнаты в США. В том же 2017 году лучшие друзья Грег и Томми объединили усилия и снялись в фильме «Товарищи на века». Сестера сам написал сценарий и выступил в качестве одного из продюсеров фильма, пригласив Вайсо исполнять роль, написанную специально для него. Фильм был выпущен в двух частях, а уже в сентябре этого года дуэт порадует народ фильмом «Биг Шарк», что наверняка посетит множество нишевых фестивалей хорошего, плохого кино в США и Европе, самым заметным из которых можно назвать Нью-Йоркский Бэтфилм Фест. С недавних пор, благодаря усилиям Cool Connections и киноведа Александра Павлова, кемповая культура плохого кино потихоньку приобретает свою популярность на территории Российской Федерации. Вот уж что делает комната животворящая. Пластиковых ложек накидали на целые мешки, пластмассовых бутылок людей и того больше. Но восторг зрителей и тот озорной энтузиазм, с которым они в унисон цитировали Томми и его друзей, неизмеримы ни с чем. Настолько, что люд все требует и требует добавки, но, как сказал сам Александр Павлов, «Одной комнате было бы очень скучно». Мы топим за разнообразие, и скроены по примеру западных аналогов фестиваль плохого кино от Cool Connections WTF, он же Вот the Film, в силах им нас порадовать. Сам фестиваль незамысловато поделен на две программы. Эти замечательные 80-е и культовые фильмы 21 века. По три фильма на брата, причем один фильм офигительнее другого. Так что мы по ним вкратце пробежимся строго в порядке выставленного на сайт Cool Connection расписания показов. И номером один к нам несется «От дома дороги». Да-да-да, я понимаю, что глупо и странно называть первый фильм в списке настоящей квинтэссенции 80-х. Особенно, когда по соседству расположены три фильма, которые можно охарактеризовать похожим образом. Но я позволю себе сказать о том, что этот шедевр Роуди Херрингтона олицетворяет собой все самое клевое, что было в жанровом кино того времени, но поданное под еще более вкусным соусом. Ей-богу, гимн маскулинности никогда не был столь лиричным, а добро с кулаками редко, когда было обаятельнее Джеймса Даутона. Девушки хотят его за ненависть к рубашкам и глупые глаза. Парни хотят с ним вести дружбу за его круто сваренный характер в перемешку с искренним добродушием по отношению к другим людям. Было бы совсем хорошо, если бы и враги не переходили ему дорогу. Но в фильмах 80-х считается правилом хорошего тона, когда дальнобойщики в ходе лютого сперматоксикоза бросаются насиловать первую попавшуюся девушку. А местные большие шишки настолько сильно страдают от ЧСВ, что это способно их убить. Так что... Надо же кому-то вырвать кадык, при этом получая картины, ссадя на его время траки. Вот и Даутон так думает, ведь... Боль, боль не причиняет. Причиняет боль лишь, когда какие-то хипстеры вбрасывают ложные предположения о том, что Стивен Сигал лучше Патрика Суэйзи. Да не в одной вселенной. Он потрясающий, а его идеи вечные. Дома дороги. Казалось бы, что лучше уже попросту некуда. Пусть 80-е всегда будут домом для львиных маллетов и громогласных рок-баллад, под которые герои укатывают с фигурой с блондинкой в закат. Но тут в сознание вырываются прогрессивные идеи другого художественного фильма, вышедшего несколькими годами ранее. Командос. Трогательная история ходячего сгустка тестостерона, у которого украли единственное, что делает его человеком. Вследствие чего, он перебил целый остров, полный косоглазых штурмовиков, научил нервного и гиперактивного Беннета выпускать пар, а также обнаружил в себе способность искусно прибирать. Кино идеальное словно мышцы Шварценеггера, но Бенджамину Комбу показалось, что совершенству предела нет. Так что надо пойти по примеру Дэвида Санберга, насобирать денежек на Кикстартере и выдать на суд общественности великое зрелище под названием Командос Ниндзя. Эта штучная вещица представляет собой, как нетрудно, блин, догадаться, квинтэссенцию, боже ж ты мой! Но не столько фильмов, хотя и их тоже. Определенно, а сколько всего того популярного, на чем зыждилась вся масс-культура Америки 80-х? Тело как храм, кассеты с программами тренировок как Библия, пляж словно дом родной, жить круто значит быть настоящим воплощением американской мечты, пустынным орлом на фоне ядерного гриба, эпичным, величественным, хищным, способным проповедовать этот образ жизни в любых условиях и в любом окружении и выходить при этом победителем всегда. Так, чё-то я не туда воюю. И вообще, стоит сделать ремарочку о происхождении Бенджамина Комба, который ни много ни мало француз, и возможно, что ему чуждо фанатичное исследование идеалом, продвигаемым американской поп-культур 80-х и боевыми фильмами студии Канон в частности. Хотя это ему ни разу не мешает выражать свою вселенскую большую любовь всему превосходному безобразию, ведь его идеальное видение супер-экшен-героя 80-х наполовину Коммандос, наполовину Ниндзя, на все 100% американец. Комб настолько преисполнен знанием всей этой оверзетоп эстетики, что здесь от каждой отсылки на любимое кино ловишь чистейший задротский экстаз, и представить атмосферу, что будет витать на премьерном показе, когда зал будет забить людьми исключительно шарящими, сложно, страшно, да и не нужно, потому что хочется увидеть все своими глазами. Вообще, в этом списке вряд ли найдется фильм, о котором не хочется увидеть на большом экране, так как это единственный способ в полной мере прочувствовать их крутизну. Особенно, когда дело касается таких же мчужин в синематографии, как «Опасные мужчины» Джона С. Рада или Джекан Гера Салехи, ну тут кому как нравится, в общем. Один из величайших кинодолгостроев в истории, о котором вы даже и не подозревали. Фильм, не поддающийся внятному пересказу, ввергающий в шок и лишающий дара речи, как положено настоящим шедеврам. Чёрт, да если вся команда RedLeaderMedia словила лютый весняк при попытке рассказать про этот фильм, то это мощнейшая заявка на знакомство с опасными мужчинами. Если постараться как-то правильно описать творение Рада, то это всё равно, что взглянуть через микроскоп на деление клеток. Приблизительно с таким же рвением здесь генерируются сюжетные линии, появляясь из ниоткуда и уходя в никуда. Вот одна, вторая, третья, снова вторая. А кто поделывался первая? Слушай, я не понимаю, что смотрю. Слушай, я не понимаю, что смотрю. Почему? Почему? Почему сначала тут мне 15 минут показывали пародию на День Женщины, а потом тут начался какой-то Чарли Бронсон с финкой промеж булок? А почему тут рандомные персонажи начинают читать монологи? Блин, так вот откуда взялось внезапное душеизлияние из защитников Андрея Сяна. Великий вдохновлялся великими. Почему мы следим за этим персонажем? Это теперь главная сюжетная арка. Это сюжетная арка. Или это сюжетная арка. Почему персонаж постарел лет на 10? Почему у этого фильма нет Оскара? А вы еще отрочество Линк Лейтера хвалили. Вот это кино делали все 26 лет. Режиссер не должен до собственного триумфа. Но ушел в мир иной, подарив нам это великолепие. Это кино настолько неправильное, что подобное мог сделать лишь воистину. Без сарказма. Воистину гениальный человек. Культовый статус опасных мужчин абсолютно заслуженный миру. Необходимо, чтобы молва об этом фильме распространялась. Вы может к этому и не будете полностью готовы, но гарантирую, что вы точно захотите повторить этот уникальный экспириенс. Слово таковых. Если опасных мужчин можно в каком-то роде назвать фильмом, лакомым кусочком синематографии, предметом гордости братьев Элюмира Жоржа Мельеса, то клевый кот спасает детей это что-то уж сильно выходящее за рамки. Помните? Те идиотские детские передачи, записи которых пылились на родительских полках, потому что им нужно было переписать на эту кассету эротическую киношку. Ну знаете, может в нежном возрасте вам ее поставили один раз. Вы увидели там всяких невзрачных взрослых людей, что пяли пустыми глазами в камеру. Вам еще почитали мораль про то, что нельзя обижать других детей, пытаться сделать на дому пояс смертника, или перебегать дорогу в неположенном месте. А еще возможно, что при виде какого-то странного чувака в костюме зверюшки, вы заработали себе психологическую травму. И я ни в коем случае не говорю про себя. Нет. Не про себя. Нет. Говоря о таком, сразу вспоминается какой-нибудь условный динозаврик Барни. Что-то крайне безмозглое, крипово, но дико потешное, когда смотришь это в сознательном возрасте. Будетворение Дерека Сэваджа, на первый взгляд, кажется именно таким. Нелепый оранжевый кот с огромными глазами, яро выступает против буллинга и учит жизни детей. То есть, во голову угла поставлен максимально добрый и светлый персонаж, который всех любит, и не стесняется это выкрикивать на камеру в унисон со всеми остальными обитателями экранного пространства. Кроме хулиганов, ясное дело. Клевый кот, подобно шерстяному Иисусу, все решает силой доброго слова. Не кулаками. Другое дело, что его советами можно лишь друзей подставлять. Да и в отношении людей, в целом, он оказывается крайне категоричным созданием. Потому что, если ты имеешь проблемы с лишним весом, и у тебя нет друзей, ты задиры. Показательный пример. Лапы клевого кота растут из литературы, иллюстрированных цветастых книжек, за авторством того же Сэваджа. И как же в них показан главный вред на задира, спросите вы? Чуть ли не мутантам из поворота не туда. Какие-то пятна на футболке. Плешивый, рыжий, выглядит лет на сорок, хотя это ребенок. Да еще его до слез доводят чаще и охотнее, чем он творит гадости. Ведь как бы клевый кот со своими друзьями не старались читать мораль, и направляя плохейшей на путь истинный, они настолько преисполнены в своем высоком моральном авторитете, что порой практикуют куда более изощренные и жестокие методы травли. Зато клевый кот танцует, поет, участвует в голливудском параде, дружит с Ференитой Грин и Майклом Пене 80-х, спит с открытыми глазами и ловит страшнейшие галлюцинации, превращая фильм в нечто линчевских масштабов. Клевый кот любит вас, и я думаю, что вы тоже его полюбите. Вот в кого влюбляться заново не придется, так это в детектива Мариана Кабретти. И если имя вам не знакомо, то персонаж наверняка. Ну, по крайней мере, тем, у кого было хорошее детство. Возможность лямзить папкину кассету, выпендриваться без зеркала в маминых очках, со спичкой в зубах, да покручивая игрушечный пистолет на пальце. Будум, что так делал, Кобра! Еще один витринный герой поколения. Змеиный фильм Джорджа Пикасматоса, в общем-то, как и все остальные его опусы, вмиг способен превратить мальчика в мужа. А Невского... Шварца! Кобру цитировали самые достойные. Симпсоны. Голустян. Упомянутый уже Невский. Лучший из лучших. Лицо героя невозмутимо, его харизма бесконечна, его чувству стиля может позавидовать каждый. Вы посмотрите на его машину, на его пушку, на его другую пушку, на то, как он убивает плохих парней, в конце концов. Он воплощением мачизма, способный заставить зрителя восторженно вопить, а экранных преступников лишь в шоке трепетать. Жаль, что великий фильм «Пердемик» не вышел в 80-е. Тогда бы Кобра мог его использовать как орудие психологического воздействия при допросе уже и без того шокированных и трепещущих преступников. Но вьетнамский ученик Хичкока Джеймс Нуэн снял свой Магнум Опус лишь в нулевых годах 21-го века. Он так сильно хотел поделиться своим творением с миром, что на отказ организаторов Сандэнса в премьерном показе Нуэн ответил криповыми разъездами по улицам Парк-Сити. И ладно бы, ехал-доехал, но он украсил свой фургон искусственными птицами, обмазывал его кровью и подключил к нему колонки, через которые истошно ревели люди и орлы. К слову, сам фильм просто очарователен, и не только своим проактивистским посылом за счет окружающей среды а-ля «Будете засерать пони, эту птицу будут господь японских камикадз и даже имитировать звуки самолетов!» и уж точно не своим инновационным подходом к изображению бытового гиперреализма, когда мы наблюдаем за всем, что делают наши герои. В деталях. Во всех. Бюродемик подкупает фактом своей кустарности, потому как воспроизвести качественный уровень этого шедевра способен любой, попрошу прощения, любитель. Это такой вкусненький и питательный бич-пакет в мире хорошего плохого кино. Что было более наглядно? Комната стоила 6 миллионов долларов, когда Кипердемик снят за 10 тысяч. Однако, по словам Гнуина, на дальней дистанции фильм выглядит словно картина со 100 миллионным бюджетом. И его слова столь же правдивы, как и искренне. Дай бог этому человеку счастья и здоровья. В историю он свое имя вписал. Очень хочется, чтобы What the Film Festival прошел как можно более успешно. И это великолепное мероприятие превратилось бы в ежегодную практику, которая бы с каждым годом расширялась бы все больше и больше, и предлагала русскому зрителю копнуть еще глубже в исследовании феномена плохого кино. Ведь люди должны знать о великом, могучем гении человека-оркестра по имени Нил Брин. Они должны знать о скрытых жемчужинах, фильмографии, позднего Николаса Кейджа. Они должны знать о непровзойденных шедеврах, дурновкусия, как Тролль 2, Самурай Коп, Майами Коннекшн и так далее и тому подобное. Лучших из худших. Или же просто лучших. Единственных и неповторимых. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился ролик, и вы не забудете поставить лайк и подписаться на канал. Делитесь этим видео со своими друзьями и смотрите только хорошее кино. Хотя можно смотреть и плохое, а вообще смотрите любое. Никто не запрещает. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok